Развитие сельскохозяйственной отрасли – важный вопрос, которому уделяется большое внимание как в муниципалитетах Подмосковья, так и на уровне региона в целом. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин вместе с представителями Министерства имущественных отношений, а также местного депутатского корпуса провел выездное совещание в Мишнево, где сегодня располагается одно из лучших крестьянско-фермерских хозяйств городского округа Щелково. Основное направление работы – молочное животноводство. От выращивания кормов для поголовья до выпуска молочной продукции, постепенно наращивая темпы развития, фермерскому хозяйству удалось добиться высоких показателей в производительности, не теряя при этом качество товара. Основная же цель выездного совещания – показать на примере определенной кампании развитие сельскохозяйственной отрасли в Подмосковье. Исполняя поручение президента Российской Федерации Владимира Путина о стратегии развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, и с 2014 года по распоряжению губернатора Московской области Андреевича Воробьева мы начали работу по двум основным направлениям. Первое – это в облечение в оборот земель сельхозназначения, и второе – это инвестпроекты в области сельского хозяйства, то есть выделение земельных участков без проведения торгов. Этот и другие вопросы депутаты и представители Министерства имущественных отношений обсудили в рамках круглого стола с руководителями фермерских хозяйств, расположенных в Щелкове. Эта работа активно начала вестись с 2016 года. С 2016 года у нас вызвано 44 распоряжения, я говорю сейчас только в отношении масштабных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Так было предоставлено свыше 300 участков с целью вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь составила более 25 тысяч гектаров. Вторая часть нашего заседания, она как раз была направлена на то, чтобы послушать тех, кто работает на земле, и получить от них те просьбы, которые они сегодня нам изложили. Главное из них – это, конечно, развитие требует еще дополнительных земель для того, чтобы наши крестьянско-фермерские хозяйства готовы производить продукции гораздо больше. В ходе совещания обсудили такие важные проблемы для фермеров, как условия кредитования. Зачастую компаниям приходится идти на риски из-за высоких процентных ставок, предлагаемых банками. Важным остается и вопрос борьбы с борщевиком. Владимир Шапкин отметил, развитие сельхозотрасли должно осуществляться в сотрудничестве представителей власти с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств. Темы, которые обсуждались в ходе круглого стола и волнующие фермеров вопросы, в дальнейшем будут прорабатываться на уровне региона. Продолжение следует...